доброго всем времени суток с вами texer кс пашка а я тут путем быстрого так сказать фарма по миссиям ну вот по этим вот научные данные тип сорбита айка нафармил деньжат а можно начинать строить новые корабли последний вылет к моха и все время хочет сказать киеве к моху прошел фигово ничего не долетело надо радикально менять кораблики так с чего бы начать а давайте с робинзона начнем робинзон он в целом то неплох но стал очень высоченным кстати вот насчет посадочного модуля че-то я блин не уверен как бы может его побольше сделать я имею ввиду баг давайте его сделаю побольше так сюда еще осталось ненужного это можно вообще выкидывать на самом деле это просто чисто из жадности вроде да отцепил рядом положил на самом деле будет висеть и мешаться ну да так это все делал нафиг и это дело нафиг возьму следующий мак а следующий полосатый баг вот маленький 8 от 16 здрават конечно но ладно будет пусть будет так лапки лапки внизу так не помню если есть одна кнопка чтобы вот так лесенка не тут просто так меня стоит 3 я там делаю чё мне надо а потом в одну переключать одной кнопкой ну как ох ты ж как я понял режим симметрии хочу короче не надо мне надо трогать работает не трожь старая истина так и вот это мы тут поместим вот теперь решеточки решеточки поручни или лазалки вы кто поручни или лазалки а не понятно так что дальше парашютов ты сволочи не надо ты сверху него на удивление пусто антон я ему коммунотрон поставил гироскопов я думаю ему не надо ему и тут и хватает так ну все тогда вот это дело оттуда вроде как мне говорили тут есть активно сброс у него вроде как есть что типа я зря это делал у этого у есть у термосчета и вроде как у этого тоже не знаю а пусть будет так двигло его маленькая поставил вашему пуделяку дать пуделяку вопрос газовать не буду но у меня будет запас по мощности хотя погодить но без атмосферы садится до пуделяку бак пельмень так его не геоники прикольные так а у тебя мощности хватит дальности вернее хватит а прекрасно что плохая штука вырисовывается так посмотреть да если да единственное обтекатель у нас до 8 изменить ну тут селимеет все эту колбасу сделано теперь надо вверх хотя чего вверх на и так высоко у меня что будет совсем здорово и все так между самый здоровый бак взял я против не помню кто здесь здорово но хотя у меня был на них сделано монотопливный иди отсюда вот тут мега баки у меня есть у меня будет такая короткая жирная ракета но нужен переходник скошенный адаптер не скошенный маленький где еще адаптер вот адаптер о так а он баком является а да является все прекрасно о за тиша так тебя тут еще на что мне извивалась то ни под каким видом отлично вот это я понимаю будет ракетка жирная так электричество пум тут склерозные панели а склерозные панели это раскладывается что-либо понял не нужно так да блин я же не вас ставил другишка во ага точно все склерозники есть далее давайте наверное такой же еще пак поставлю они такой же вот этот у нас будет модуль который полетит да блин тут в принципе чуже в космос чуть я уже прям наверно загнула хотя нет так сюда пожалуй я опять пуделяку поставлю опа на тебя бы на тебя другие тут я понял а носорог отчего что у него заменителем пуделя служит а но носорог то понятно 40 тонн саги они тоже здоровый бак движок там будет стоять ядреный ладно не то виктор маленький так хорошо давайте плясать от пуделяки у пуделяки вакууме всего 250 килоньютонов у этого 1000 у этого 2000 кто больше да полторы какого-то закосали выглядеть нормально потому что я больше не вижу движков ну я вообще не вижу движков такого диаметра вот чего ионник заря но натопленный пыхтум грохот виктор девяти первые ступени грохот шкипер младший брат грохота а блин меня в космос надо чего монстр я не вижу движка которая вот именно для космоса вакууме 250 вакууме 215 вакууме 650 кто а вертлявый но давайте шкипер поставлю это все таки не пудель у которого 250 у этого 650 да давайте я так поставлю так все разделите самый жирный а блин другую строк пошел 06 12 вот одна 37 да блин не надо мне ничего тут опять взял мелочи точно а ну да он же маленький блин а вот как его закрыть массивная деталь елки так и продолжаем в том же духе этот пасам здорово 7200 440 ну как то вот я по я мне кажется я переборщил вообще с движками ну ладно у меня же этот корабль к внешним планетам пойдет кирбадайн носорог промежуточная ступень вектор я стартовал по моему на грохоте да полторашка тут коса меньше младший брат грохот да давай есть вот но я не скажу что это компактно она такая чуть кореностей стала но не сильно так все вроде включено но она стала покороче хоть не сильно я надеюсь что эта штука стала по мощнее так ускорители я ей тоже поставлю какие-нибудь достаточно конские поэтому их будет три шеребец блахам кувалда я вроде ставил кувалды у нее 300 да вот и 30 вообще креветка и елки тяжеловоз тяжеловоз не надо булава 670 булава так у этого сколько полторы тысячи 1700 или 300 вау жеребцов может да давай я знаю мне может быть будут говорить что ты строишь какую-то монстру такая мощь не нужна а то есть я более толстым ставил да а а возможно но с другой стороны она без переделок сможет летать еще куда-то а это классно так до соединения так хорошо ну вот такая ракета я ему сейчас стабилизатор прицеплю и слазью гляну на то какой собственно фига все такие маленькие а побольше давай все маленькие ладно и слазью посмотрю сколько вообще им мощи то надо на самом деле для всего вот этого вот и лицеплятлы вот это пониже ее опущу ну как то вот 6247 а только что 7 с чем то было между прочим так еще мелкие движки на которые отбрасывают ступени поставить еще попасть надо елки вот так так погнали отстрел вот вот сюда так 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 все включили это отстрел отделение включения вот этого движка ну где то там вот это наверно будет отделение включения верхнего движка вот как то так 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 150 тысяч стоит бедолага сохранить ну мне кажется норм так что у нас по понятно нет я тебя не возьму ты даже не мечтай так хорошо давайте сейчас по узму слазью посмотрю а что вообще там надо чтобы долететь потому что я как всегда перед началом не посмотрел так данный образец народного творчества нас уверяет что для моха надо ну видимо всего это сплюсовать надо да давайте сплюсуем как я могу тебя уменьшить а здоровая так 3 400 плюс 930 плюс где ветка моха вот моха 760 а 2 400 плюс 870 а итога 8 360 если я правильно понимаю как эту сцену пользоваться хотя она уже странная потому что скервину 2 300 надо набрать тут что то как то что то как то ладно вот такая вот штука у меня тут 7 600 вопрос кому и чего я тут хочу добавить у хы 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 так давай ладно давай нижний добавлю эхх я думаю вот так хватит 7900 как не очень хватило да я как же понимаю что эти расчеты очень странные вот в той ну куда вот я лазил да 8-800, нормально. Я понял. А, да, все, это уже не изменить, да? Ну, ничего за фигня-то, елки. Сейчас заново это все собирать теперь. А, нет, нормально все, стоило злобно зашипеть, как оно сработало. Так, сейчас вверх подниму. Так, ниточки не остались. Вот эта штука, она странная. Да, там какие-то цифры есть, но я много раз убеждался, что эти цифры так себе. Они не отражают то, что нужно. То есть я долетаю за меньшее время. А, за меньшее время, за меньшее дельта В. Ну, ок. Так, еще заново надо все настраивать, да? Движки включили. Движки включили. Так. Ну, как-то вот. О, посмотрите, изменилось. 8-38. Ну, нет, скорее всего, вот тут хреново считает, а не там. Но будем считать, что это нормально. 8, ну, в принципе, да. Так. Так. Ракета готова. Надо посадить туда Робинзона. Робинзонов пойдем ловить. Так. Во-первых, я поймаю себе пилота. Поймаю. Звучит. Анженера и ученого. Еще же полетит орбитальная станция. Это надо не забывать. Так. Пошли. Ну, все. Будем считать нормально. Все. Так. Пилот. Пошел. Ракет. Пошел. Надеюсь, ничего не забыл. Геродин. Наверное, стоит туда поставить Геродин. Потому что тяжеленькая. Куда-нибудь сюда. Куда, по-моему? Ага, ау. Хватил. Значит, вот это. Блин, один другого меньше. Это, что ли? Тоже что-то невелик. Алло, гараж. Еще и все мелкие. Вот этот. Самый большой, но он... Он не такой. Он не такой. Так. Сюда я ставить-то не хочу. Он, в принципе, после отстрела-то не нужен. Вот так давайте. Я дострелю его потом. Во! Норма. Так. Человек сидит. Не сбежал еще? Не сбежал. А то его со старта вернули. Типа, стой, чувак. Мы не доделали. Мы гайку не докрутили. А что самого здорового от Геродина нет? Там на газу чисто его крутить. Так. Ну тут самое офигенное управление. Так. Еще раз проверка. Оно. 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 А, ну что ж. Как-то вот так. Народ, она не летит. Забавно. Реально забавно. Ладно. Хрена себе. Это ж. Сколько в ней топлива. Но я представляю, у него размер такой же, как был какой-то в Робинзоне ракеты. А, грохот, да? 7-380 сразу летит. Жрет. Носорог. Носорог-то потянет. Я теперь по поводу вот этих ребят сомневаюсь. Ладно. Валетели. Но усиливать надо центральный двигатель, не эти. О, тут что такое сейчас было? Я не понял. Она не... Что она не держится? Можно узнать? Или ее с этих сдернуло направляющих? Или хрен его знает? Давай еще раз попробуем. Может она просто соплом уперлась в землю и ее сглючила? Ну, сейчас вроде стоит. Все нормально. Ну, значит, тапок в пол. Серьезно? Тоже, какая у тебя масса. Я что-то приборщил, видимо, да? Это, видимо, для космических станций надо такую массу. Ну, я ориентируюсь на циферки, вот на эти, вот в углу. Что, тут всего 7400 Дельта В. Вот это все выдает. Так, ок. Так, делаем совсем все по-другому. Так, не виси мне тут. Ну, у меня реально получилось очень массивное хреновино. Что, с топливом, что ли? Мамонты с топливом? Не похоже. Ну, да ладно. Или не мамонта? Или я же совсем со зла, да? Нет, ну я баг не отдам. Баг я не отдам. Так, у носорога 2000, тяга ее не хватает. Да, ну ладно. Очень тяжеленная ракета получилась, прям вообще невообразимо. Я прям уже вижу, как мне пишут, что ты строишь. Да что строю? Побольше мощности строю, что я строю? Люблю побольше мощности. Так. Я вроде жеребцов ставил, да? Да, тяжеловозов поставлю. Я тебя все-таки выпихну на орбиту. Мало того, я просто так... Не дам тебе нигде прятаться. И уменьшаться. Такой здоровый будешь. Я представляю, сколько у меня топлива останется, когда долечу. И, кстати, да, верта можно было тонкий делать. Это мисс там надо. А верта можно и тонкий. А я сделал, как сделал. Так. Не вижу ни хрена, что. Где она там это? Куда она соплом-то смотрит? Собака-то такая. Или у нее вообще сопла? Сделали мелкую какую-то... Сикараху. Иначе не поймешь, что, где и как. Так. А так. Главное, чтобы не ерзло все это. Вот так. Да. И держалку. Ну вот. Стало меньше. Тяги. Скрин бы с ним. Меньше и меньше. Пилот не сбежал. Пилот не сбежал. Он в который раз уже возвращается, педалага. Почем у нас теперь ракетка стала? Была 150, стала 205. Ну да, эти штуки стоят. А, погнали. У меня мощное подозрение, что я орбиталку буду вот таким же составом выводить. Почти ничего не поменял. Нет, на самом деле поменяю. Мамонта поставлю. Ну что? Покажи класс. А, все, понял. А я в тот раз не так же ошибся? Я сейчас поменял местами двигатель отвода ступеней. Вот это вот, двигатель отвода ступеней. Вот это вот, это сами большие движки. Вот так. Просто у меня включились вот эти маленькие отбрасывалки, когда я сейчас запустил все это дело. Ну ладно, поехали. И поэтому она, я думаю, не полетела. Но, смотрите, носорогу сил не хватает. Пипец. Сейчас что-то новое об игре получается. Ну, видимо, эти топливные баки прям очень огромные. Я, видимо, перестарался. Но в прошлый раз топлива не хватило. Я страхуюсь. Ну, в принципе, это допустимо. Что вот так? Ну, не, пошла. На мой взгляд, вяло. Ну, ладно. Да, я вижу, как топливо убывает. Оно не убывает вообще. То есть отсюда два бака минимума можно было убирать, мне кажется. Потому что сейчас... Сейчас кончатся ускорители. Хрен она полетит. Мне кажется, носорога сил не хватит. Опять. Ну, посмотрим. Я тогда первый вот эту ступень выкину. О, вот этот бак выкину. Не нужный ступень для выходов набитых наверху, перелетов. Это все равно намного больше, чем у него было изначально. Ну, в принципе, разгоняется. Не, ну сейчас просядет. Сейчас я отстрелю, и она просядет. Сто пудов просядет, у него сил не хватит. Каким бы он носорогом не был. Да, пошло вниз. Скорость уменьшается. Разберемся. Когда начнем падать вниз, разберемся. 39 нормально. Скорость падает. В принципе, это пока не страшно. Движок, кстати, хорош. Стой. Орбита. Орбитальный у нас. Да, он на орбиточку перешел. Тай пока по движению. Не, ну высоту-то набирает. Скорость падает, да. Но высоту набирает. А что это? Тоже 45. А сколько у тебя потолок-то? Ну, знаете, без тестов не разберешься, называется. Отменить полет. ЦВС. Да, тут вот излишне. Как тебя получше-то? Как тебя получше отделить? Видите? Вот так. Стало легче. Причем стало легче прям сильно. Дельтава, кстати, существенно прибавилось. Я сделал ракету легче. Не меняя движков, дельтава прибавилось. Ну, физика. Че. Но, игра очень хреново дельтава считает. Прям очень. То есть, это ни хрена не соответствует. Смотрите, высоко как задрано. Ну да. Одного бака нету. Стало проще. Сейчас разгон интенсивнее. Ну, не сильно, да. Но интенсивнее. В принципе, учитывая, как хорошо у него пошло, можно даже отсюда бак убрать. Можно заменить на поменьше, но, короче, вот отсюда следующий будет дырить. Если сейчас он не пойдет на орбиту, он будет оттуда отгрызать. Экспериментальным путем устанавливаю, какая должна быть ракета. Я тебя чуть-чуть наклонил. Давай, давай, давай. Вот так. Все равно пытается назад вернуться. Кто ей даст? В тот раз она к концу ступени добралась до 500 скорости. Ну, сейчас подальше будет. Так, что там у нас с траекторией-то? 47. Скоро уже пора на бок будет разговаривать. Даже уже, я бы сказал, пора. Так, аккуратненько не задеваем ступенечки. 45, тогда я уже тебя поставлю. Вот так вот сюда. Так, сейчас скорость уже 890, 790. Она, правда, падает. Но это ладно. 70. Все, в горизонталку пора. Давай, в горизонталь разгоняйся, сынок. Скорость падает, это плохо. Ну, то есть, дороже разгоняться. Она замедлится сейчас падение. Сейчас она пойдет в разгон, да. Я сейчас с вертикали перехожу в горизонталь. Можно было, наверное, раньше заваливать. Ну, ладно. Нет, так нормально. 74. То есть, я излишне высокую орбиту не набираю. Все, перестал падать. Сейчас пойдет в набор. Это нормально. Это скоростная яма. Это давно известная, как сказать, аномалия. Давно известное явление. Все, пошла в набор. Полбак еще впереди. А уж на том баке, огромном, котором он доверху, я точно уверен, что он долетит куда надо. И смотрите, 10 тысяч метров этого сейчас. А на старте было 7. Вот как она считает. Ну, видимо, какие-то огрехи у нее есть. Ну, вот единственное, что... Вот это вот. Я уже в апогее, фактически. То есть, а дальше начну снижаться. Я и 2.300 не набрал. Косарь до нее будет. Так. Вывод. Надо орбиту поднимать больше. Ракета массивная. Орбиту надо поднимать больше. Сейчас она уже вниз идет. Да, она вытягивает орбиту, но орбита будет косая. Так, хорошо. Ну, я уже в ЦВС не буду возвращаться. Я уже теперь запуску. Теперь надо просто... Ну, где-то, наверное, до 90 орбиту поднимать. И заваливать ее. Вот это что такое сейчас было? Почему она ее отпустила? Ну, понятно. А... Видите? Опять к запуску надо было. Блин. Это я два раза просто щелкну. Почему она ее отпускает? Что за фигня? О, сейчас висит. Что-то с цеплялкой с этой. Не то. Что-то багует. А, пошел. Надо чуть пораньше уронить. Уронить. Да. И поднять орбиту повыше. Сейчас скорость наберет более-менее. Пойдем в наклон. Кстати, вот это вот дело... Наверное, можно вот сюда. Мне еще лишний вес тащить. Так, скорость уже приличная. Удерживайся, удерживайся там на клоне. Ага. Так, давай, еще что-то. Вот так. Так, сейчас обратную реакцию отыграю и все. Нормально. Ну что, там было 700-ов поверхность скорость, да? Ну, вообще, мне кажется, попольше будет еще то, что не вертикально вверх идут. С наклоном. Да, нет, так же нет. Ну, 700-ов будет. Пошипели и будет. Так, 66-ов нормально. Даже больше скажу, я тебе вот под 45-ов буду разгонять. Вот так. 77-ов, да. Но так, наверное, будет лучше. 80-ов. Даже 90-ов, наверное, перебор. Давай в горизонталь. Надеюсь, тебе хватит времени, чтобы до апогея разогнаться в горизонтали. Так, все. Так, тихо ты. О, пошло. Ну, говорят, проще разгоняться, чем вверх. Уже, уже орбита, да, как бы, да, уже в космосе. Но все равно вверх идет, да. Жалко, что они в прогрессе разгоняют, разгоняют равномерно и линейно. Так, было хорошо, чем дальше. Быстрее, быстрее, быстрее пошло. Нет, он идет быстрее за то, что масса уменьшается у ракеты. Ну, не сильно. Ну, давай, ну, тысячи полторы хотя бы для апогея будет. Я тогда уже не буду за эту штуку переживать. А если нет, придется что-то еще на старте придумывать. Ну, что придумать, ускоритель добавлю, что я придумаю. Я более чем уверен, что на вторую ступень, она не то, что уйдет от Кербина, а она куда угодно улетит. Первую ступень тут довольно игреная получилась. А если добавить еще один ускоритель, то тут гораздо больше топлива останется, мне кажется. Да. Ну, полтора-то будет. Но орбиту она себе подпортит немножко. Хочется идеальной орбиты. Столько топлива, мы за что боролись? Полторашка. Да? Блин, слушайте, я угадал, прям полторашка, да. Ну, орбиту будет кривая, ладно. Тогда еще один ускоритель. Субтитры сделал DimaTorzok Красотища. Так, и пониже опустили, нефигантка, а здоровая нужна. Не, можно вот тут еще баг поменьше поставить. А, это самое дальнее что-то. Ну, нормально. Потому что там вот несчастный кто у меня стоит, шкипер, он замучается это топливо жрать. Ему, стоп, не надо. Ну, ладно, мало-таки маневр. Какие маневры мне местный киберштурман подсунет, а? Я, никто не знает. Дыщ. Ну, оно, конечно, побыстрее пошло. На четверть, да? На третьем. По идее, на третьем. Ну, блин, я движок-то не засунул. Вот. Геморрой-то новую планировать. Потом, ну, по мелочи, когда ее переделываешь для, ну, как бы, для других планет, да? Оно проще идет. А вот капитально новую, то есть на других баках... Это прям дело такое. А в прошлый раз она уже прям воздухом свистела вокруг нее, да? Да. Ну, наверное, из плотной атмосферы сейчас выйду. Блин, на скорость конска будет, что-то только я из этой атмосферы выйду. Держи в бок. Уже как-то вот она нехорошо выглядит. Такое впечатление, что уже вокруг нее свистит. Да, вокруг нее уже свистит. Ветер-то. А, ветер-то свистит. Еще гореть мне начнет. Так. Скорость у нас конская, да? Нет, еще не конская. А еще так себе. О, уже греться пошла. А, ну, это не страшно. Ну, вот и все. Уже и не греется так. Ух ты, что-то-то-то-то. Ты еще с чем-то. Вернее, сто с чем-то километров. Топливо, смотри, сколько осталось. О, вот это другое дело. Ты едешь-то? 51, но не должна гореть. Ты же не горишь? Не горит. Все хорошо. Не горит. Но вот так мне больше нравится. Правда, орбита на уровне потолка. Да, и скорость вниз идет. Но это не страшно. Ребят, мы сейчас исправимся. Сколько там? 70. Сейчас у нас вектор скорости мало всего изменится. Знаете, интересно, скорость-то падает, а высота растет. А по что она считает? Нет, ну, скорость падает отовсюду. А по что она считает? А по что-то считает? Вот этот момент мне непонятен. Да, допустим, двигателей тяги в какой-то момент не хватает. Ну, вот ускорители отстрелились. Скорость начала падает. У этого движка в основном тяги не хватает. Но вообще-то там растет высота орбиты. Непонятно. Ну, я надеюсь, что сейчас будет вообще хорошо все. То есть, вот до суда где-то тысяча набора. Я думаю, тысячу он сейчас наберет. Я, конечно, болен. Сверхтяжелое что-то создал. Да, я уверен, что мне столько не нужно, сколько я топлива с собой беру. Но опять-таки это с прицелом там, на дальние планеты. А вот в случае с мохом, это запас на кривость того, что он будет творить при попытке выйти к этому моху. А я уверен, он будет косячить по-черному вот этот навигатор опять. А у меня будет запас топлива. Потому что тут баг более чем. У меня еще вот это вот на 300-400 забавно. Ну ладно. Там тоже больше не меньше. Так, апогейт от меня не трапает. А должен быть. Ладно. Ну все, я надеюсь, что это последний запуск уже. Тут полторашка, но тут две-то будет. А 300 я доберу как-нибудь. Ну пусть чуть-чуть кривенько будет, а потом откорректирую орбиту. Да, полторашка вот есть. Ну как, к апогею, к апогею, к апогею, это должно все быть уже. Ну таки да, это стартовая ступень. Ну то есть она начнет, наверное, сход с орбиты, или я ее на коррекцию орбиты и заведу. А тут прям целиком будет ступень уже туда. Ну в принципе так и рассчитывал, что первая ступень она стартовая чисто. Все, апогейт от меня побежал. Как и планировалось. То есть я сейчас с апогеем двигаюсь примерно с одной скоростью. Но он от меня уходит. Все, вот он этот момент, когда апогейт от меня удирает. И увеличивается собака такая. Так, давай по орбите. Все. Все, апогейт с 300. Так, тут у нас 128, там у нас 107, ну хреново. Ну что, тормозить не буду. Тут, конечно, фигня осталась. 400. Ну, может, сейчас я изведу, кстати. Это тебя Геродин так фигово крутит. Знаете, надо будет РСУху ставить. Геродин и уже не тянут. Робот же РСУху тоже управляет, если что. Ведь Геродин уже прям так вяло. Нет, так можешь, конечно, батарею поставить. Ну, а не электричество уже. Крутит. А что тебя крутит так? Покажите мне это дело. Ну, не совсем сосиска. А знаете, что можно было сделать? Вот эту вот штуку разделить можно было. То есть не тащить всю эту кучу баков, а чтобы они отстреливались. Это тоже дело облегчило бы ракету, хотя бы прибавило бы один движок. Ну, зато он бы два бака отстрелил, но она легче стала сразу. Тоже вариант, да. 150, стоять. Тут же это, X-центрисити от орбиты. 176, 164. Нормально, 10 километров, я думаю, он переживет собака комнатная. Так, давай сразу. Моха. Почти рассчитан. Жаб ты комнатная. 38 дней, нормально. Это ваш почти рассчитан. Ну, то есть, видите, оно без входа. И орбита не синхронизирована. Ну, короче, тут это пипец. Я думаю, он считает так. Выйдем отсюда на более-менее близкую орбиту, ее сделаем кольцевой, а потом уже будем заходить как положено. Я думаю, так эта штука думает. Ну, ладно. Ну, что ж. С этим разобрались. На орбиту вышло. В следующей серии я выпущу на орбиту орбитальную станцию для Моха. Жмите, пишите. До новых встреч.